Приветствую вас, дорогие друзья! Спасибо, что заходите на мой канал. Меня зовут Жанна Фетисова. И сегодня я хотела бы рассказать о своем осеннем уходе. Осенью у меня немного меняется уход, система ухода. Основное очищение, естественно, остается. Меняется уходовое средство, именно увлажнение и питание. Оно становится как бы более насыщенным. Осенью уже можно пользоваться кислотами, что меня очень и очень радует. Давайте начнем. Если говорить об очищении, то гидрофильное масло у меня присутствует всегда, во все сезоны. Это обязательный элемент моего очищения лица и зоны декольте, в том случае, если я наносила туда либо SPF, то есть защитные факторы от солнца, либо если я наносила туда тональное средство. А как мы с вами знаем, это правильный способ нанесения тональных средств, для того, чтобы сравнять личико и шею. В данном случае это гидрофильное масло от Мизон. Экономное, стоит оно у меня в каждой туалетной комнате. У нас две дома. Для того, чтобы не было никаких отговорок правильно снять макияж вечером. Утром я им, естественно, не пользуюсь. Утром я использую только пенку. Вечером я использую средство для снятия макияжа с глаз. Любое двухфазное, либо мицеллярную воду. На сухую кожу наношу гидрофильное масло, так как, собственно, оно и наносится. Затем его массирую и снимаю уже его вместе с водой. Оно превращается в эмульсию. Прекрасно снимается. До снимается весь макияж и гидрофильное масло любой пенкой. Очень хорошо подходят пеночки Досим. Осенью моя кожа становится чуть более сухой, чем летом. И это пеночки, похожие на крем для бритья. То есть, такие густые, насыщенные уходовыми средствами. И они мне не сушат кожу. Это средства корейского производителя. Мизон и Досим. Эти средства вы можете приобрести на Айхелл. Я использую дополнительно капельку буквально масла. Лориаль масло Роскошь Питания. Балансирующая, то есть для смешанной кожи. Довольно быстро впитывается. Пенка может быть любая. То есть, когда закончится Досим, я могу использовать любую. Потому что у меня будет дополнительное увлажнение питания масла. Моя кожа не будет пересыхать. Даже если пенка будет более агрессивная, нежели эта. Набор стоит в каждой моей туалетной комнате. Следующий момент, о котором я никогда не забываю, это увлажнение. Я по-прежнему буду использовать тоник Топ Лана, о котором говорила вам. Это японская фирма. Здесь очень много, поэтому использовать его за лето я не успела. У меня были еще другие тоники, которые уже закончились, кстати. И будут в моем видео о пустых баночках. Этот тоник хорош тем, что он содержит ферментированный рис. Здесь рисовый уксус, то есть саке. Я не использую ватные диски. Я наношу капельку на руку и разношу его на лицо и зону декольте. Это помогает моей коже выровнять пиаш баланс. Систему корейского метода очищения и увлажнения питания, который я как раз использую, примерно уже пару лет, он прекрасно укладывается. То есть японская и корейская косметика очень похожи между собой. Это средство японское. В японских средствах больше оригинальных, необычных ингредиентов, которые редко довольно встречаются во всех остальных компаниях. После увлажнения кожи тоником, восстановления пиаш баланса, я обязательно использую сыворотки, легкие эмульсии. И буду продолжать антиоксидантную свою программу. В данном случае это Коэнзим Q10. Американская косметика очень качественная, очень хорошая. Заказываю я это все на iHerb, для его в моей посылке, для тех, кому это интересно, посмотрите. Пожалуйста, также всегда оставляю вам ссылочку на скидку 5%. Заглядывайте, пожалуйста, в инфобокс, то есть в описании к ролику. И все подсказочки на мои ролики, содержащие параллельные темы, я оставляю вам здесь, наверху, под восклицательным знаком. Заглядывайте туда тоже. Там такая помпа, при нажатии она поднимается и выдавливается крем. Для тех, кто использовал когда-либо антиоксиданты, например, витамин С, который я использовала все лето, я показывала вам его. Или Коэнзим Q10, вы знаете, что у них странноватые немножко ароматы. У Коэнзима менее странный, чем у витамина С, он такой более, я бы так сказала, фармацевтический. Средство это очень хорошее, оно дает такой же эффект, как и витамин С фактически. Оно дает ровный цвет лица и здоровый цвет лица. Так что вам будет не стыдно показаться без макияжа. Вовсе, ваше лицо будет ровного цвета. Я очень люблю средства с гиалуроновой кислотой и стараюсь пользоваться ими правильно. Именно так, как рекомендует производитель, то есть с дополнительным увлажнением. Я использую вот такие вот увлажняющие мисты, в которых содержится много тоника, то есть водички, которые вместе с гиалуроновой кислотой, образуя гель, это такая способность гиалуроновой кислоты, она превращает воду в гель. Я уже говорила вам в некоторых своих роликах об этом. Она как бы выталкивает морщиночки обратно. В течение дня у вас образуются какие-то заломочки. Вы можете просто даже вот так накапывая капельку на пальчик этого геля от Hada Labo, это японская фирма, просто вот так нанести прямо на макияж и вуаля, у вас выдолкнутся эти морщинки. Это 170 мл в районе 500 с небольшим рублей, это очень-очень хорошая стоимость. Приобретаю я все эти средства в магазине подружки, там огромный выбор. Составы у них люксовые, это очень мелкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая стоит дорого, гораздо дороже, чем она продается здесь у нас в России, так что я их обожаю, люблю. Поскольку гиалуроновая кислота, как я вам уже сказала, очень любит воду, то есть она постоянно пополняться должна водой, если вы не сбрызнете водой сверху и если на улице не влажно, ваша кожа просто высохнет с гиалуроновой кислотой, потому что она будет вытягивать тогда воду из ваших внутренних слоев кожи. Таким образом вам просто постоянно нужно сбрызгивать ваше лицо водичкой, тоником, мистом, чем угодно. Я использую вот такой вот сейчас тоник и продолжаю его использовать и буду использовать его еще осенью, тоник от Дерма Э. Вообще это компания Любовь, Любовь всей моей жизни, так же как и Хадалаба и Мизон. Это вот три компании, которые я обожаю, люблю, все средства абсолютно мне подходят. По своему составу они очень люксовые, по цене не люксовые, то есть они гораздо ниже по цене. Приобрести их можно на сайте iHerb, оставляю вам ссылочку, по возможности я стараюсь там оставить описание средств, которые были в ролике. Средств у меня этой компании уже достаточно много, я уже сделала закупку на iHerb с мыслью о холодном времени года. Там очень насыщенные, очень питательные, очень качественные кремы. Они специализируются на проблемной коже и на возрастной коже, которая нуждается в питании и подтяжке. Там очень сильные комплексы, которые выравнивают цвет кожи, увлажняют, питают и именно работают на подтяжку восстановления природного коллагена. Это тоже мелкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая дополнительно помогает удерживать влагу, ту самую, которая содержится в этом спрее. Использую я их вот так вот прямо в течение дня. Ощущение, ребята, просто потрясающее. Мне даже не хочется сейчас, честно говоря, открывать глаза, но я понимаю, что с закрытыми глазами я продолжить снимать видео просто не могу. Ощущение какого-то дождя. Если вы работаете в офисе, очень советую вам приобрести вот такую вот штучку, поставить просто у себя на работе и постоянно пользоваться. Вот так, как показалось сейчас я, просто сверху прямо на косметику. Либо использовать его утром, например, перед нанесением основного крема вместо тоника. В качестве сыворотки под глаза я буду по-прежнему использовать то же самое средство, которое использовала летом. Показывала вам уже. Ланком. Это джиннификекс, то есть это сыворотка под глаза. Интересный вот такой вот металлический, да, наконечник. Хорошо увлажняет, питает, но, честно говоря, я ждала от нее большего результата. Пока не использовала ее до конца. Не могу вам сказать, окончательный вердит будет в пустых баночках. Конечно, за такие деньги я хочу использовать ее до конца. Могу сказать о второй сыворотке, которая мне нравится даже больше, чем ланком. А стоит она в районе 300 рублей. Если уход бюджетный, это не значит, что он работает хуже, чем люксовый. В данном случае лучше, представляете? То есть это кофе-трей серия от компании Викосметикс. Это новосибирские разработки. О них у меня есть целый ролик, повторяться не буду. Оставляю вам ссылочку вот здесь, наверху. Посмотрите, кому это интересно. При том, что я наношу его практически каждый вечер на лицо и зону декольте. За месяц я использовала только половиночку этого крема. То есть он очень экономичный еще к тому же. Это натуральная косметика, хранится она в холодильнике. Купила я таких сывороток несколько. Это сыворотка ванилья айс-крем, точечный крем мусс против морщин. Как я его использую? Я использую его на те места, где есть какие-то маленькие заломчики. Утром или на ночь. То есть в качестве сыворотки. Крисающий аромат ванильного кофейного мороженого. Концентрированный зеленый кофе есть. Много всяких полезных масел. И витамины А, С и Е. То, о чем я говорила вам летом. Пока еще довольно тепло. Я буду использовать вот эти вот легкие натуральные средства. Это максимальное увлажнение, лифтинг и антиэйдж крем. Жужуба, виноградные косточки, сок алоэ, облепиха, мед. Витамины А и Е и гиалуроновая кислота. Косметикс. Потрясающий крем. Взбитая текстура. После него есть действительно ощущение увлажненности. Пока этот крем остается в моем арсенале. Потрясающе впитывается. Не оставляет никакого жирного блеска. Днем идеален под макияж. И второй крем. Мусс Энергетикс Лифтинг Эффект. Более такой насыщенный. Видите, он довольно жесткий. Вот плотный. Довольно такой маслянистый очень. Крем прекрасно подходит на ночь, на мой взгляд. Здесь много масел. Миндаль, зеленый кофе. Какао, ши, авокадо. Кокос. Калоидное серебро. Также есть успокоительный, очищающий такой элемент. В принципе, для меня вот эти кремы просто идеальны. И перед этими средствами я в обязательном порядке наношу тоник. Такой шейк-тоник ягодный. Клубника, мыльного ореха, коллоидное серебро. И отвары трав шалфея, ромашка, цветы липые. Это такой компотик. Полезный компотик для кожи. Если говорить о кремах под глазами. А это очень важная статья. Особенно в холодное время года у меня довольно сухая кожа под глазами. Поэтому мне нужен хороший, богатый уход. И в данном случае это крем от Diaprose. У них очень красивая упаковка. В Корее это считается люксовым средством. В спустуемости этот крем в районе 1000-1200 рублей. Здесь много. Здесь 30 мл. Такой очень-очень тонкий люксовый аромат. Приятный. Мульти-крим. Ай-крим. Ялуроник асет. Диапроз. Это средство с такими ферментами паутинки. То есть шелка. И придает коже эластичность. И как бы восстанавливает природный коллаген. Действительно так. Половину этой баночки я уже использовала в течение зимы. И сейчас опять с наступлением такой дождливой и более холодной погоды я продолжаю им пользоваться. Думаю, что мне хватит его еще и на зиму. Ну, не знаю. Посмотрим. Мочной крем. 5% гликолевая кислота. Крем от Revival Labs. Их потрясающие кремы. По очень выгодной цене. Опять же на iHerb. То есть вообще этот сайт для меня стал огромным открытием в этом году. Благодаря ему я покупаю очень хорошую, качественную косметику. Именно то, что действительно работает. Сейчас уже с наступлением холодов можно использовать 5% кремы с кислотой до 3%. Это только увлажнение. После уже 3% это чуть-чуть отшелушивание кожи. Что и как раз нужно. Но, если вы используете кислотные кремы или тоники, то обязательно используйте, пожалуйста, SPF. Потому что кислота увеличивает шансы получения пигментных пятен. Я пока еще этот крем не пробовала. Таким образом выглядит мой уход на осень в части кремов именно. То есть вот это утро и вот это вечер. В принципе, утром я могу пользоваться под глаза только вот этой сывороткой. Точечным крем-муссом. Тяжелая артиллерия. Более питательный крем, о котором я только что вам говорила. Это крем под глаза от Diaproze. И 2 раза в неделю я буду использовать 5% гликолевый крем от Revival Labs. Их крем под глаза и зоны декольта, которые я вам показывала в своих видео, произвел на меня неизгладимое впечатление. Так что сейчас я жду такого же прекрасного результата от этого крема. Средство, которое я буду использовать на ночь, это сверху наносить тонким-тонким слоем. Естественно, заранее, за час-два до сна. Для того, чтобы это средство лучше впиталось. Это масочка Sleeping Park Etude House. Moistful Collagen. То есть это супер увлажняющая, подтягивающая такая масочка с коллагеном. Как она выглядит? Вообще все вот такие вот такого плана коллагеновые маски, они вот такие вот довольно жидкие. Масочки призваны именно запечатывать как бы весь уход и дополнительно увлажнять. Если нанести очень большим слоем, она будет очень сильно липкая, будет плохо впитываться. Если такое случается, то я, например, просто тоником протираю лицо в одном диском и это снимает остаточки ненужные. Утром кожа напитанная, счастливая кожа, с хорошим цветом лица. Практически нет запаха. Это была первая часть моего ролика о осеннем уходе. На данный момент я прощаюсь с вами. Спасибо, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Пока!